Николай Ранцев готов каждый день дежурить на кладбище. Пенсионер опасается, что могилу его дочери потревожит без его ведома. 20-летняя Оксана погибла в 2001-м на Кипре. Туда она уехала работать переводчицей, но в итоге стала жертвой работорговли. За границей девушка отказалась заниматься проституцией, ее убили. И сейчас для проведения расследования необходима эксгумация тела. Отец категорически против. По канонам русской православной церкви вообще нельзя этого делать. Понимаете, прах покойного нельзя беспокоить. Что там нового они собираются найти, я это удивляюсь, потому что в материалах предварительного расследования моего собственного, там есть акт судебно-медицинской экспертизы, полное исследование провели. Николай Ранцев поясняет, эксгумация проводилась уже дважды и нет необходимости повторять процедуру, но следователи считают иначе. У следствия, то есть у нас данных о том, что проводились какие-либо эксгумации, нет. Экспертами, которыми будет проводиться экспертиза, указано на необходимость проведения эксгумации. К расследованию прокуратура подключилась недавно, после того, как Ранцев выиграл дело в Европейском суде. Страсбург признал факт нарушения конвенции по правам человека. Правоохранительные органы России и Кипра фактически обязали провести тщательное расследование. И не могут сегодня приступить к опросу людей, потому что работодатель, главный виновник, сопричастник к гибели моей дочери, распродал свои активы и скрылся за границей, не знаю, где его найти. Зачем вновь тревожить прах дочери, говорит Ранцев, лучше бы занялись реальным делом, нашли тех, кто замешан в работорговле. Зачем разобраться? Помогите отсюда?